Мы строим территорию социального оптимизма. Под таким девизом прошел минувший год для руководства сельского поселения совхоз имени Ленина. Семимильными шагами глава поселения Елена Добренкова воплощает в жизнь все запланированное и даже больше. Развитие культурной среды, спорта, образования, и это не говоря уже о поддержке пенсионеров, инвалидов, многодетных и малоимущих. Рассказать обо всем, что было сделано в 2016-м, в одном докладе очень тяжело. Но обозначить основные принципы работы руководство совхоза попыталось во время традиционного отчета. Действительно очень много сделано именно в направлении социального развития, именно в решении тех задач, которые ставим мы перед собой, строя территорию социального оптимизма. В общем-то все то, что планировалось у нас на 2016-й год, было все выполнено. Комфорт и совхоз имени Ленина, кажется, стали уже словами-синонимами. И здесь трудно встретить человека, который был бы чем-то недоволен. Своё поселение жители считают сказкой и во многом правы. Посмотреть только на местный парк отдыха, попадая в который, начинаешь снова чувствовать себя ребёнком. Или детский сад, сделанный в виде замка. Улицы облагорожены, дворы благоустроены. Если вы пройдётесь по любому бульвару, увидите везде освещение, везде красота, всё в этом. Поэтому наш город самый лучший. Скоро надо будет называть не поселение, а город. Здесь всё для детей, для людей. То есть вы же видите, что происходит у нас, да? Парки, городки, фонтаны, стоянки. Кому не хватает, пожалуйста. Детям есть куда деться. Из кружки, пожалуйста, бесплатные. Где вы найдёте сейчас, в данный момент? Поэтому, что сказать, здесь живётся хорошо. Хорошо здесь живётся не только детям. Большие суммы тратятся на социальную поддержку пенсионеров. Продолжается программа компенсации при установке приборов учёта воды. Успешно существует общественная организация «Дети войны», члены которой получают материальную помощь. Видна работа и местного совета депутатов. Благодаря рациональному и качественному использованию бюджета в прошлом году им удалось увеличить льготы для незащищённых групп населения. В дополнение к ранее установленным льготам предоставлены льготы по уплате земельного налога для инвалидов третьей группы и пенсионеров по старости. Несмотря на сложности, нам по-прежнему удавалось сохранять приоритетные направления в работе органов местного самонаправления поселения, повышение качества жизни поселения, создание условий для экономического роста. Данные направления получили своё отражение в бюджете поселения на 2016 год и в целевых программах развития поселения. Грамотную работу администрации совхоза имени Ленина отметил и глава Ленинского района Олег Хромов. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить и администрацию, и совет депутатов, и жителей за те результаты, которые были достигнуты в поселении. Соответственно, сегодня в отчёте Елены Ивановны можно было чётко проследить о тех достижениях, которые есть на территории поселения. Их невозможно замечать. И самое главное, что всё это было сделано с непосредственным участием жителей. Планы на 2017 год в совхозе грандиозные. Но в первую очередь сохранить развитие налогового потенциала и получение дополнительных доходов, дабы продолжить исполнять социальные задачи, а также улучшать качество муниципальных услуг и услуг жилищно-коммунального хозяйства.